Всех приветствую! Мы после долгого перерыва продолжаем учить книгу Рава Шерки «Святость и природа». Мы разбирали тему «Злое начало». Я немножко напомню, что мы выучили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о том, что Творец вложил в творение две противоположных силы, так называемое «доброе начало» и «злое начало». «Доброе начало» — это тяга к творению, к Творцу. И если ничего ей не противопоставить, тогда творение, собственно, сливается со своим источником и исчезает в Творце. Но это против желания Всевышнего. Он всё-таки хотел сотворить материальный мир человека, и поэтому он вложил в творение противоположную тенденцию. Это любовь к этому миру. Это некая тяга вниз к материальности, к желаниям, к желанию, к наслаждению. И этот вектор, эта тенденция — это и есть корень всех нехороших тенденций человека. Если мы проанализируем все вот эти любовь к разврату, к деньгам, к чревоугодию, то в их корне будет лежать любовь к этому миру, то есть положительное качество, божественное качество, которое вложил Творец в творение. И здесь нужно сделать разделение, что само это свойство, сама эта тяга, да, она положительная, а плохой поступок — это плохо. Здесь, мне кажется, что можно правильно было бы добавить, что история про уничтожение страсти к ридлопоклонству и попыток уничтожения страсти к риазурату, известная в Талмуде, которая описана, когда из-за уничтожения страсти к риазурату курицы перестали нести яйца, а из уничтожения страсти к лидропакову, то попало настоящее служение. Там не сказано, что будет есть уничтожить страсть к убийству, но, видимо, нельзя будет заизать животных, а, может быть, даже нельзя будет сжать зерно. То есть уничтожение страсти к убийству, она же тоже имеет своим важным корнем уничтожение того, что есть, что тоже необходимо для функционирования мира. То есть все эти страсти, которые имеют отрицательную сторону в корне своей, они абсолютно необходимы для функционирования. Положительную сторону тоже. У меня тоже есть кое-что добавить, но подождать какое-то время, мы продвинемся, либо сказать сейчас. Сейчас скажи. По теме скажи. Ну вот я не знаю, как в окружающем мире, да, но в том мире, где я живу, а именно в Израиле, у нас вся действительность, она делится до 7 октября и после 7 октября. Поэтому, то есть до 6 октября людей был подход, ну так, в наших вот сейчас терминах, да, о том, что, может быть, зло с ним надо как бы бороться, а может быть, оно это, а может быть, надо с ним заигрывать, а может быть, надо его приучить, а может быть, надо его как бы перелопатить на что-то полезное. Вот, а после 7 октября 99.9 процентов населения, они понимают, что есть абсолютное зло, которое надо просто уничтожить. Поэтому вот я, у меня вопрос присутствующим икра у шерки. Вот мы говорим ецера и ра. Ецера, по-видимому, очевидно, что он понятен, почему, потому что даже курицы, они несут яиц, если у петуха не будет ецера, предположим. Ну вот так вот, да? А вот что такое ра, абсолютное зло, которое все понимают, что с ним можно бороться, только его уничтожив абсолютно, он вообще не обсуждается. И у него нет ни капли позитива, и оно должно быть сто процентов уничтожено. Вот это мой вопрос. Послушай, а что изменилось после 6 октября по сравнению с катастрофой Второй мировой войны? Вот нацизм был точно таким же абсолютным злом, которое нужно было уничтожить. В некотором смысле в еврейской пианице это называется Амалек. И столько не ругаться, да, а демкиай его реально использовать. Ну хорошо, но так как мы сейчас говорим ецера, это некоторое такое заигрывание и погладывание, да, вот такого ецера, которого можно приручить и вообще вот на изменение мира как бы использовать. А кроме того, есть некоторое абсолютное зло. Когда говорили про Амалека, ну хорошо, предположим, немцы, но как-то все считали, что это наразовая вещь, которая прошла. Окей, так значит, это не прошло. Вот это мы должны выучить из 6 октября, что нацизм, он никуда не делся, он все равно продолжает жить. Его действительно надо уничтожать, и он действительно абсолютное зло. Я говорю, в традиции это называется Амалек. Я знаю, но ведь ты же до этого сказал, правильно, сейчас просто общая фурглеровка такая, в каждом зле есть какое-то добро. Так вот мы пришли к этому зле. Нет, не в каждом зле, а в каждом ецере есть какое-то добро. То есть, есть Ра, есть Ецера Ра. Есть Ра, есть Ецера Ра. Абсолютно разные вещи, абсолютно. Ну хорошо, продвинемся, давайте посмотрим. Конечно. Да, Ра в Ширке не обсуждает разницу между Ра и Ецера Ра. Может быть, обсуждает, я не знаю. Ну хорошо, давайте продвинемся. Окей, вопрос. Я просто хочу сказать, что уничтожение нацизма или уничтожение вот исламской формы нацизма это просто важнейшая вещь в исправлении мира. И после 6 октября стало понятно, что в исламе реально есть нацизм. Что все боялись сказать. Чего те, кто говорил слово «Исламонацисты», их обзывали исламофобами. А что действительно в исламе есть форма нацизма. Это очень серьезная вещь. Это действительно многим открыло глаза и совершенно иначе вообще все перестроит. То есть то, что эти события должны перестроить мир, это мы должны об этом позаботиться. Как мы позаботились о том, что нацизм стал невозможным, ну как бы идеологически невозможным. То, что катастрофа стала всеобщим мировым достоянием понимания этого не только еврейского народа. Точно так же нам надо добиться, пусть так случилось, что исламская форма нацизма это совершенно серьезнейшая вещь. Это некая не исламофобия. Ее действительно нужно уничтожить. Это очень серьезная вещь. Именно это мы должны продвигать. В борьбе с этим взлом мы должны измениться. Это не наша тема сегодня. Наша тема сегодня борьба со злым началом. Значит, вот в рамках изменившейся ситуации, сегодня в Израиле это назвали ликвидация в Кисуль, ликвидация злого начала. А у нас написано борьба. Борьба на уничтожение либо нет? Нет. Это ни в коем случае не уничтожение. Это не борьба за уничтожение злого начала. Это борьба за его перенаправление. А вот зло должно быть уничтожено. Есть такое зло, которое должно быть полностью уничтожено. А злое начало перенаправлено. Окей. Ну, хорошо. Мы как бы определили какие-то рамки или во всяком случае задали какие-то первоначальные вопросы. Спасибо. Ну, очень правильно если задал этот вопрос. Это, мне кажется, проясняет очень хорошо. Ну, хорошо. Андрей, будем дальше подвигаться? Тут есть поднятая рука. Хорошо. Игорь, мы слушаем. Да, пожалуйста. Можно включить микрофон и, соответственно, дать вопрос. Игорь? Игорь, раз. Игорь, два. Игорь, три. Ну, не знаю, может слушать. Слышно меня? Да, пожалуйста, мы слушаем. Вопрос такой. Дать определение, что значит зло. Потому что в той формулировке, в которой вы говорите, вы на зло какой-то еще поверхностный смысл накладываете. Просто зло, зло какое-то суперзло или супер-супер зло. Дайте какой-нибудь, пожалуйста, определение более четкое. Хотя бы на иврите. Потому что насколько информация вот я располагаю от мудрецов, чистое зло было уничтожено. Осталось некой его интерпретации. Где же такой информации от мудрецов вы располагаете? Ну, типа то, что вы даете, то и мы слушаем. Окей. Ну, с моей точки зрения, еще раз, у мудрецов нигде нет, что нет абсолютного зла. Совершенно есть абсолютное зло. Но вопрос, что такое абсолютное? Абсолютное то, что должно быть уничтожено и не поддается как бы, так сказать, исправлению. Это сложный вопрос. Действительно ли оно абсолютно, мы считаем его, так сказать, локально абсолютным. А в принципе зло это когда человек действует против других людей. Есть миллионы аспектов этого, но базовое, я думаю, это пытается уничтожить другого человека или уничтожить божественное начало в другом человеке, уничтожить свободу другого человека, уничтожить самореализацию другого человека, то есть подавить божественное в другом. Вот это, я думаю, в самых разных аспектах. Я думаю, что это подходящее определение зла. Мне кажется, честно говоря, вот ответ, который я бы дал, мне кажется, что то, что имеет ввиду Рафширки, мы по-русски перевели борьба за злым началом. Мне кажется, что правильно, может быть, нам было бы удобнее, если бы мы это назвали типа борьба с дурными наклонностями, а не сандаром убираем зло. Что-то говорил Андрей, покушать, разврат, еще, но это какие-то склонности, педуха тоже может быть склонность, может лежать просто, репу чесать, вместо того, чтобы обрабатывать курицу. Но это у него наклонность такая, это не зло, правильно? Наверное, все-таки правильно, если мы скажем борьба не со злым началом, но скажем борьба с дурными наклонностями, тогда будет парва, тогда будет что-то может быть вполне обсудим. Нет, мы не можем убрать слово из ивритства, поэтому склонность это правильно, борьба со склонностью к злу. Вот это хорошо, борьба со склонностью к злу. Давайте это нормально. То есть, Андрей, если ты согласен, то давай договоримся вообще во всем тексте книги. Да, еще надо всем сообщить, что кроме того мы готовим перевод, поэтому перевод будет опубликован самой книги Авошерки переводить не злое начало, а склонность к козлу. Это будет очень правильно с точки зрения евроида, склонность к добру и склонность к козлу. И, мне кажется, это будет по-русски более точно передавать смысл те слова и это решит многие проблемы. Андрей, как ты думаешь? Переводить как склонность, но там же есть еще нафия, часто употребляется как некое другое. Окей, окей, ну, тем не менее, это уже вопрос евритского, евритских синонимов, чтобы не было одного и того же слова слишком часто. По-русски ецер это тоже переводит два начала. Это тоже никакого начала на эфи нет. Я сам совсем другой. Это приблизительный перевод. Конечно. Мне кажется, склонность это будет правильно. Всюду перевести. Да, правильно, да. А там, где синонимы используются, ну, подумать, какие еще синонимы, как по-русски. Возерказов не обязательно буквальный перевод, а он, может быть, посоверимовать можно иначе. Можно, кстати, в рамках не задать вопрос. Можно ровушерке задать вопрос. Да нет, это вопрос и узкого перевода. Здесь не задашь его. Нет, спросить у него ецерара, имеет ли он в виду, что правильный перевод, что это нытья, а не рак и от смо. Например, вот так. Ну, это пожелание. Это не нужно. Это вопрос, как мы можем по-русски передать. Окей. Я думаю, что склонность это правильный вариант, и если можно, надо это зафиксировать и использовать. Окей, ну, мы запомним записание. Окей, хорошо. Спасибо, это важное дело, которое мы сейчас... И теперь мы перейдем собственно к борьбе, да, и возможно найдем там ответы на ряд тех вопросов, которые мы сейчас ставили. Значит, борьба двух склонностей. Все-таки Рафширки дал определение злой склонности как любви к этому миру, да, и такое определение не отменяет никак борьбы с ним, да. Более того... Я хочу сказать, что это склонность к козлу, не злая склонность, а склонность к козлу. Склонность к добру и склонность к козлу. Козлу. Склонность к козлу. Извини. Склонность к козлу это быть козлом, я понял, да, ну хорошо. Ну хорошо. Слушай, мне почему это не... Ты смеешься, это хорошее... Ты тоже смеялся, кстати, не только я, ну хорошо. Да, да, хорошая ассоциация. Склонность к козлу, правильно. Недаром в русском языке, насколько я помню, козлом называют официального типажа. Все правильно. Но ты козел, например, был оскорбительным словом. Одна из форм зла – это козел. Окей, одна из форм зла. А, козел отпущения тоже. Все к одному. Все правильно. Окей. Конечно. Хорошо, будем продвигаться дальше. Так, и теперь у нас есть некий практический отрывок из Талмуда, Брахот 5А, в котором Рафшерки понимает как четыре этапа борьбы с вот этой склонностью. Отрывок построен как комментарий на стих из Таилим. Его можно по-разному перевести. Я его здесь перевел так, как это по контексту, чтобы он ложился на тот комментарий Талмуда, который здесь дается. «Гневайтесь, чтобы не согрешить. Скажите сердце своем, на ложе своем и умолкните». Это Таилим 4.5. «Ригзубы альтахетаву». Итак, первый этап. Талмуд понимает, как всегда, человек должен возбуждать себе доброе начало на борьбу со склонностью козлу. Вот это «гневайтесь». То есть он должен взять свою склонность к добру и разозлить ее по отношению к склонности козлу. И вот эта фраза, что человек должен возбуждать себе доброе начало на борьбу со злым началом. Талмуд описывает, что это обычная постоянная борьба человека с чрезмерными требованиями желаний. Однако дальнейший ход событий, как сказано дальше, если победил, хорошо, если нет. Тогда человек должен перейти ко второму этапу. Пусть занимается Торой. И здесь вопрос, почему человек, собственно, не победил, если человек свободен, у него есть воля, и ничто не может ей противостоять. Почему же тогда он не победил свою склонность козлу? Почему он потерпел неудачу? И вариант такой, что, возможно, человек не победил, потому что он не умеет различать между добром и злом. Он хочет делать добро, но не знает, что добро, что зло, не знает, где границы между добром и злом. И тогда ему нужно перейти ко второму этапу. Пусть занимается Торой. Занимается Торой, то есть изучает определение зла, определение добра, границы, Аллаху, что можно, что нельзя. То есть человек должен изучить границы добра и зла. Изучая Тору, человек будет определять точно такую границу, и тогда он сможет противостоять злу, правильно его распознав. Но тогда может возникнуть более глубокая проблема, которая опять же приведет человека к поражению. Тут каждый этап имеет два выхода. Если победил, склонность ко злу хорошо, если нет, то человек должен перейти к следующему этапу. Почему же человек, занимаясь Торой, узнав границы добра и зла, не победил? Возможно, что человек, прочитав в Талмуде, в Торе, о том, что есть зло, какие его определения, как оно выглядит, человек пришел к тому, что осознал, что зло является частью Божественного мира. И тогда у него возникает проблема, как можно одной частью Божественного мира одолеть другую часть Божественного мира. Какое мы имеем право искоренять вот это самое зло, если его сотворил Бог. Это в чем-то связано с тем, что мы обсуждали. Мы обсуждали, можем ли мы бороться, как мы можем бороться, с чем именно бороться, с вот этой склонностью. И более того, мало того, что зло – это часть Божественного мира, но сущность этого зла коренится в жизненной силе самого человека. Как мы говорили, есть, что если там искоренить вообще страсть к разрату, то курицы перестают нести яйца и так далее. И человек, соответственно, когда он борется со склонностью к злу, он борется против себя, против своих жизненных сил и теряет драгоценные частицы своей жизни. То есть опять человек сталкивается с проблемой, тогда он должен прийти к третьей стадии, которая в Талмуде называется «Пусть прочтет шма». Это все вот эти этапы, они привязаны к частям стиха из Талли. «Пусть прочтет шма». Чтение шма – это явное выражение веры в единство. И читая шма, человек осознает, что все силы в мире происходят от Бога, и тогда он понимает, что и добро, и зло являются частью одной программы Бога, и тот же Бог, который сотворил зло и добро, он сказал, что ты должен при помощи добра победить зло, бороться со злом. И тогда получается борьба одной части реальности, творения, с другой частью творения становится легитимной. Итак, дальше опять же, если победил хорошо, если нет, да. Если после всех этих этапов человеку опять же трудно, одолеть зло у него не получается, то возможно его проблемы еще более глубока. Возможно, он погружен в некую эгосистенциальную апатию к этой борьбе, то есть он считает, что эта борьба к нему не относится. Есть какая-то абстрактная борьба добра и зла, она где-то происходит, но она не имеет ко мне отношения. И об этой ситуации Талмуд говорит, пусть вспомнит о дне своей смерти. Воспоминание о дне смерти нужно для того, чтобы человек помнил, что есть над ним суд, над самим человеком, и, соответственно, с него будут спрашивать, как он вел эту борьбу, победил ли он зло и так далее. Тем самым он должен осознать, что всем своим существованием человек связан с вот этой борьбой, и от него требуют эту борьбу вести, и зло, соответственно, победить. Можно было бы, и на этом Талмуд заканчивает, на этом четвертом этапе памяти о смерти. Можно было ожидать, что Талмуд продолжит и дальше, и скажет, если победил хорошо, если нет, пусть перейдет к следующему этапу. Однако Талмуд считает, что память о смерти это последний этап. То есть, значит, память о смерти это самое сильное оружие в борьбе против злого начала. И после того, как человек вспомнит о дне смерти, он обязательно победит. И тогда возникает вопрос, для чего нужны все эти предыдущие этапы, если самое сильное орудие это память о смерти. И ответ такой, потому что можно было бы сказать, пусть человек всегда помнит о смерти. Как, например, христианские, такие есть внутренние практики, помни о смерти всегда и не согрешишь. И ответ такой дает Раф Шерке, потому что неправильно жить в постоянном осознании смерти. Если человек постоянно будет думать о смерти, то его жизненные силы ослабеют, и он может впасть в печаль и отчаяние. Вот что касается этапов борьбы со злой склонностью. Пинхас, не слышим? Да, да. Мне кажется, что если мы попробуем это как бы современным языком выразить, то получится так. Первая часть – это эмоционально-волевая. То есть постарайся просто своей волей и своими эмоциями держать свое злое начало в руках. Второе – это интеллектуальное. То есть, после того, как у тебя есть эмоциональное и волевое, ты начинаешь буксовать, прежде всего, в ситуациях, когда ты не можешь различить, что на самом деле является добром и что злом, и для этого нужно изучать Тару. Но может быть, может быть, что изучение Тары просто помогает тебе усилить свои эмоциональные и волевые качества. Дальше шма – это связь с Богом на основе любви. И если получится, то окей. А если не получится, то связь со Всевышним на основе страха. Пусть помнят о смерти. Вот такая картинка. То есть сначала эмоциональное и волевое. Если этого недостаточно, то изучение Тары, которое, с одной стороны, даст тебе интеллектуальное больше, а с другой стороны, могут усилить, само изучение Тары усилит у тебя эмоциональные и волевые твои склонности. Дальше усиливать это на основе связи со Всевышним, на основе любви. А если нет, то связи со Всевышним на основе страха. Вот такая картинка. То есть, наверное, это очень важный рецепт. Но я не думаю, что его нужно усиливать как панацею. То есть он совершенно не всегда, может быть, работает. Безусловно, это очень важная инструкция, важный психологический или какой-то духовный тренинг. Ну, просто не нужно относиться к этому как к панацею. Что вот обязательно, почему не сказано дальше, потому что обязательно это сработает. Совсем не факт, что это сработает. Здесь это не сказано. То, что не продолжено, не сказано, что это обязательно сработает. Почему не дано сразу четвертое, это вот очень правильно. Что тогда человек будет жить в ощущении подавленности, и это неправильно само по себе. Но это почему не взять социальную четвертое. Но не надо вот, не надо говорить, что это обязательно сработает, мне кажется. Не нужно это воспринимать как панацею, и что всегда это можно использовать. Если можно, такая вот добавка. Мне кажется, сейчас мы вслед за Раумширке, мы как бы снизили планку. Но у меня такое ощущение, что начали мы как бы с очень высокого. Мы говорили о том, что ЕЦРРА это не то, как сейчас это представляется, что это такая некоторая техническая вещь, которую мы как бы обсуждаем сейчас. Опять, как технически ее как бы обуздать. Надеть на нее намордник с этой стороны, либо там кляп с другой стороны, либо закрыть глаза, либо дойти в угол, прочитать шма, либо подумать о смерти, либо о чем. Мы начали как бы очень высоко. Вот этот парадигма с этим петухом, что вообще жизни бы на Земле не было, если нет ЕЦРАРА. То есть это явно какая-то положительная вещь. Если она настолько положительна, зачем с ней бороться? Сейчас еще последнее, последнее слово. Опять, по-моему, я про это говорил, но вообще опять же, возвращаясь к ивриту, для тех, у кого в ушах это не звучит, в современном ревите, вообще говоря, от слова ЕЦР, все равно потрясающие слова. Например, ЕЦРА это произведение, то, что по-русски называется. Я не знаю, как можно слово зло, вывести из произведения, да? Конечно. Вообще что-либо производить, это лаяцер, это все связано с этим словом ЕЦРАРА, правильно? Да. Так а зачем вообще читать шма, думать о смерти? Человек будет думать о смерти, он вообще не будет заниматься никакой ЕЦРАРА. Погоди, погоди, но есть ЕЦРАРАТОВ и ЕЦРАРА, никто не предлагает бороться с ЕЦРАРА, предлагает бороться с ЕЦРАРА. ЕЦРА, это верить совершенно верно, но и тот же слово ЕЦРА, оно и ЕЦРАТОВ, то есть склонность к добру. Поэтому вся борьба с склонностью к злу, она в том, чтобы оно не было доминирующим, чтобы его подчинить, чтобы его правильно перенаправить. Конечно, и все вот это, все, что здесь сказано, все эти четыре качества, это как правильно перенаправить. То есть, вначале у нас было общее представление о том, что эту склонность надо не уничтожить, а перенаправить, и что она необходима. А дальше, как же именно ее перенаправлять, то есть, как с ней справляться, чтобы она не вышла из-под контроля? Ну, вообще, хорошо, окей, но у меня такое ощущение, интересно, что скажут другие, у меня такое ощущение, что человек постоянно будет своим ЕЦРА, да, то он как бы никакой ЕЦРО заниматься не будет. Почему? Потому что для человека, который как бы является производителем чего-то, по определению в нем есть борьба ЕЦРИМ. Вот ЕЦРИМ, если мы говорим в чем-то с двумя ЕЦРА, то проблема не в том, как один обуздать, а второй использовать, из него электричество производить. Правильно, как были Ирины с этим, с Динамо-машиной на ноге. А проблема заключается в том, проблема, что парадоксально человек, когда он, у него есть вот этот микс ЕЦРА, у него происходит какая-то ЕЦРА. А если ты все время отходишь в угол и будешь читать ШМА, как здесь написано, это очень правильно. Либо все время думать о смерти. Будешь думать о смерти, скорее всего, никакой Берзин заниматься не будешь. А будешь думать о том, как тебе набрать добрые дела, чтобы у тебя в будущем мире какие-то заслуги были. Ну, можете оставить мое это самое. Нет, очень важное замечание, прекрасно. Поэтому именно и не нужно это воспринимать как панацею. То есть, но если злой начал начинает доминировать в его жизни и в его делах, то тогда его приходится как-то обуздывать. Вот мне нравится первое, то, что здесь. Мне нравится первое. Вот это первое, да, у меня перед собой нет иврита, да, но всегда человек должен возбуждать себе доброе начало. Ведь если мы соглашаемся с тем, что динамика возникает тогда, когда есть борьба и царин. Тогда мы возьмем человека, у которого просто полностью шелет над ним, полностью как бы властвует, ецерара. Тогда, тогда это не позитивно. Он просто плохой человек, он занимается просто плохими делами. Никакой царинета. Окей. Тогда человек должен возбудить в себе доброе начало, чтобы у него началась динамика. Вот то слово, которое, во всяком случае, один из присутствующих здесь очень любит. Начинается динамика. Правильно? Вот он улыбается. Сразу понятно, кто это. Вот начинается динамика между ецертов и ецерара. Когда начинается динамика, начинается, значит, положительное производство чего-либо. По-видимому, вот первое, мне нравится. Хорошо. Окей. А второе, чем плохо? Второе, это углубление интеллектуальное в том, чтобы что-то больше понимать и больше сил иметь для этого. Тебе тоже должно нравиться. тоже должно быть. Ну, понимаешь, здесь ты идешь по восходящей, да? То есть, одно средство, одну пилюльку принял, не получилось. Хорошо, две пилюльки, потом снова. Ну, потом уже вообще подумай о смерти, заткнись и все, и отползи в угол. Ну, как бы такая идея, понимаешь? Ну, понимаешь, вообще все это обращено к хорошим людям, а не к плохим людям. То есть, человеку, который хочет волевым образом властвовать над своим все-таки ецарарар, склонностью к злу и не допустить ее доминирования, но у него плохо получается. Потому что это не для злодеев. Злодей не хочет просто его никак ограничивать свое злое начало. Поэтому это рецепт для человека, который хочет чтобы его доброе начало доминировало, но у него не хватает волевых сил. Ему приходится иногда применять сильнодействующие средства. Если слишком их сильно применять, то у них будет слишком много побочных эффектов и это лечение приведет к депрессии. Оно может и вылечить главную проблему, но приведет ко многим другим помощникам. Вот это в чистом виде побочеки лечения. Но, тем не менее, я говорю, не надо воспринимать это как панацею, а как один из вариантов иногда возможного для человека. Такой духовный пилизм. Духовный пилизм. В общем, ну хорошо. для крайних случаях. Для крайних случаев. Да. Идем дальше. Хочется тебя кого-нибудь убить, но вот чтобы все-таки не убить, желательно остановиться. Знаешь, поскольку мы определили, что все присутствующие здесь, они как бы добрые люди. Правильно? Поэтому, может быть, хочется. но иногда то проявлением хочется кого-нибудь убить. Поэтому наши встречи мы в зуме делаем. Правильно? Чтобы не убить. Ну, чтобы не убить. Хорошо. Хорошо. Окей. Продвинемся дальше. Да. Игорь поднял руку, Игорь слышал. А, да, я не видел. Да. Я слышно? Да, конечно. Ну, я как-то уже об этом говорил, и как бы предлагаю ввести термин, опять же, желание получать и желание отдавать. Он немножко расставляет все на свои места, и как бы планку эту держит высокую, про которую вы говорили. Потому что это... определение, почему-то Рафшерки здесь и не пользуются, хотя он большое исключение Бай Сулама, но здесь он, говорит, дает другие определения. Я очень, честно говоря, не люблю подход Бай Сулама. Мне, кажется, совершенно все это желание отдавать, оно ложное, эффективное. то есть, я очень, как бы, конечно, признаю его большой вклад в некую техническую разработку, но когда это абсолютизировать, его подход, и особенно вот это вот желание давать и желание получать, оно вообще глобально неверно. То есть, то, что там, он начинает с того, что Всевышний не может получать, а поэтому желание получать отдаляет от Всевышнего. Это почему Всевышний не может взять? Он считает, что это очевидно, а я считаю, что это совершенно неочевидно и ложно. На самом деле Всевышний, конечно, может получать. То есть, исходная позиция Бай Сулама вызывает у меня абсолютно протест. Я с нею вообще не согласен. Ты, наверное, хапуга по жизни просто. Конечно. Ну, хорошо, давайте дальше продвинемся. Дальше Равшерки нам рассказывает известную историю про раби Левиц Ицхака из Бердичева. Однажды в Йом-Кипур он встал перед ковчегом, чтобы читать молитву коль не дрейн. Завернулся в талит и молчал. Подвинь, Андрей, подвинь слайд. А здесь нет этой истории, я просто ее расскажу. Окей. Ага. Ицхас, ты выключил видео с лиха, мы вообще хотели тебя видеть все-таки. А, можно? Окей. Так, все ждут Рави Левиц как стоит, молчит в талите и через какое-то время он снимает талит, спускается с бемы и говорит, если ты такой мудрый и ученый, ты и молись. Дальше естественно все его спрашивают, что произошло и он объяснил. Я надел талит, хотел начать молиться, но тут ко мне пришло злое начало. Я спросил его, что ты здесь делаешь? Оно ответило, а ты что здесь делаешь? Он ответил, я раввин Бердичева. И оно сказало, я тоже раввин Бердичева. Я сказал злому началу, да, но я учил Сюрава Шмельки из Никольсбурга. И оно ответило, я тоже учился у Сюрава Шмельки и даже сидел с тобой за одной партой. То есть во всем, что я делал, злое начало было со мной. И тогда я понял, что оно не оставит меня, и поэтому сказал ему, если ты такой умный и ученый, то сам и молись. И из этой истории мы делаем два вывода. Во-первых, да, что силы склонности к злу настолько с нами перемешаны, да, что они во всем участвуют в наших действиях. Он учился с ним за одной партой, и он считает себя раввином Бердичева. То есть эти силы, они перемешаны совершенно, их невозможно или очень сложно их разделить. и второй момент, да, что то, что не может делать злое начало, оно не может молиться, да, поэтому, хоть они вместе учились, но Раф Левицхак в итоге сказал, если ты такой умный, ты молись, да, поэтому человек не должен отчаиваться в борьбе со склонностью к злу, да, молитва это то, что не может делать зло. Вот это, во-первых, мне совершенно непонятен этот вывод, а почему это злое начало не может молиться? Задаешь. А что, на самом деле, а почему нет? В смысле, что он участвует в молитве, да, подсказывает человеку свои злые какие-то интенсии? не злые, а склонности к злу, это, в общем, это интересный вопрос, может быть, и да, может, действительно, злое начало не может молиться, но я не нашел здесь как бы анализ этого момента. Это действительно важный вопрос, который нужно обдумать, но он совершенно не очевиден. Ну, возможно, это как раз очередной этап борьбы, тут было четыре, да, эмоциональный, интеллектуальный, любовь и страх, да, есть еще просто кричать к Творцу, да, это когда уже ничего не помогает, да, человек может кричать, спаси меня от злого начала, и все, это то, что, ну, не знаю, может быть, и этому может что-то противопоставить злое начало, но вряд ли. может быть, не очень, нет, это, 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 молитва, это совершенно не в этом дело, он говорит, ты молись, в смысле, он считается, что этим он победил, то есть, история обрывается, а что дальше, что дальше было, он вернулся, он начал молиться, дальше-то что было в истории, непонятно. Он победил на этом этапе, да, он... Да, но ты что дальше, вернулся, стал молиться? Неизвестно. Это же общественная церемония происходила, это в синагоне происходило, так и что дальше? Что они, не молились? Молились, наверное, правда, он, наверное, остался на бивах, это самое, и Машалих Цибух. Так что же... В общем, история, а, не закончена, и, б, такая идея, что злой начал не может молиться, или там, склонность к козлу, точнее, не может молиться, это очень тонкий вопрос, это очень интересный вопрос, важный и заслуживающий обсуждения. Мне кажется, его нужно вынести в особое обсуждение. Может ли склонность к козлу молиться? Надо направить этот вопрос знакомым религиозным психологам. Я могу ошибаться? Да, 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 мы слушаем. Я могу ошибаться, но мне кажется, мне кажется, что у этой истории есть продолжение, и мне, вот, может быть, я что-то попутал, но мне припоминается, так смутно припоминается, что как будто бы он несколько лет не вел молитвы, и только после того, после определенного периода жизни, когда он победил вот это вот в себе, вот тогда он возвратился к тому, чтобы пить молитвы. Это очень странно, очень, очень странно такая вещь. Можно я не буду выяснять? Так, что-то появилась синагога, это что такое? Нет, 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 это все... А, сейчас я выключу звук. Окей, без адрогомов, все. Да, вот, ну, в общем, мне кажется, что у нас сильный недостаток нашего обсуждения в том, что у нас не подключены психологи. Вот именно к этой теме, мне кажется, все надо подключить и сформулировать более-менее краткий текст. Андрей, мне кажется, это было бы очень важно. У нас есть, ну, скажем, довольно много знакомых религиозных психологов, которым нужно было бы это послать в качестве просьбы дать их мнение. Окей. Ладно, Андрей, если можно, пришлешь такую как бы краткий текст с вопросом, и мы попробуем это послать. Нормально? Да, конечно, вот эту историю. Да, ее можно, да, да. Так, вот Александр не может включить звук. Я с ним займусь, Седор. Где Александр? Александр? А, окей. Седор Гамон. И вот Игорь опять поднял руку. Ну, хорошо, послушаем, Беседор Гамон. Вообще правильно что-то продвинуться, по-моему. Игорь, мы слушаем, да. Я извиняюсь, конечно, но я все-таки хочу продолжить эту тему желания получать и желания отдавать. то, что если, блин, Андрей, извини, вопрос еще раз повтори по этому, по той истории, которую ты рассказал. Просто пока я дождался, мысль ушла немножко. Вопрос у нас, может ли злое начало молиться? Вот молиться. Злое начало не может молиться, потому что молитва – это отдача. Это все очень-очень-очень натянуто. Молитва – это отдача с одной стороны, а это просьба с другой стороны и просьба что-то получить. И дальше мы уйдем в огромные вопросы о сути молитвы, которые, конечно, не сюда. А просьба – это тоже преодоление себя. Послушайте, я знаю концепцию ошлага. Я с ней совершенно принципиально не согласен. Давайте не будем здесь мешать. Я думаю, все-таки это самое, как рассматривать один митраж, а потом в него всовывать другой митраж. Мы зайдем все-таки по Рау Шерке. У него своя концепция, своя модель. Наша основная идея – ее понять и задать самим все вопросы. Сейчас мы начнем ее разруливать через другие модели. Я не думаю, что это правильный путь. Я дико извиняюсь. Окей, да, я согласен с Натаном. Ну, тогда пойдем дальше. Следующая глава книги называется «Преодолевающий их осид». «Преодолевающий» здесь слово «ковеш». Это из цитаты из Перкеа «Вод». Кто силен, тот, кто ковешит и цирок. Отдолел или захватил свое злое начало. И здесь мы поговорим о разных видах праведников. Человек все-таки иногда стремится ко злу, стремится к запрещенному. И вопрос как он с этим борется, как он с этим работает. И мы видим, что одних людей это желание совершить зло приводит к решению совершить зло. И они совершают нехорошие дела. А есть люди, которые, несмотря на желание совершить зло, они держатся злого начала и это желание преодолевают. И такой человек он называется праведник или цадик. Самое простое определение цадика это тот, кто делает хорошее и не делает плохого. Но это определение оно практическое и оно ничего не говорит нам о внутреннем мире этого цадика, говорит только о его действиях, о том, что его действия соответствуют неким правилам. Но мудрецы Израиля, они не только занимались правильным поведением, но занимались также вопросами желания. И Маймонид в предисловии к трактату Авод, шестая глава, различает два типа праведников. Один садик, он желает запрещенных вещей, но свое желание преодолевает, то есть ковеш, он преодолевающий. И второй тип праведника, которого Маймонид называет хасид, он вообще не испытывает желания к запретным вещам. И возникает вопрос, кто предпочтительный, кто из этих двух праведников выше, кто более совершенен, тот, кто желает плохого, преодолевает это, или тот, кто вообще плохого не желает, не испытывает плохих желаний. И Маймонид говорит, что это тема спора между философами и мудрецами Израиля. По мнению философов хасид выше того, кто преодолевает свое злое побуждение, потому что если у человека плохие желания, если он желает плохого, это свидетельствует о серьезном дефекте в его душе. Это мнение философов. Если у человека плохие желания, это проблема. Мнение мудрецов Израиля другое. Оно считает, что преодолевающий выше хасид. Есть известная цитата в трактате Сука 52а «Чем более человек велик, тем более велико его злое начало». Это согласуется с тем, о чем мы говорили раньше, что желание к запретным вещам является частью душевного здоровья человека, его любви к этому миру, и, соответственно, чем человек более велик, более наполнен жизнью, и у него, соответственно, более мощные жизненные силы, то есть злое начало. И Маймонид приводит еще более сильное утверждение из сифры. Рабан Гамлиэль говорит, пусть человек не говорит, я не хочу есть мясное с молочным, не хочу носить шатнес, не хочу вступать в запрещенные связи, лучше пусть человек говорит, я хочу этого, но что я могу сделать, если Отец мой Небесный запретил мне это. То есть мудрецы Израиля учат нас не уничтожать, не разрушать свое желание нарушать заповеди, но только воздерживаться от запрещенных действий. То есть человек может хотеть есть мясное с молочным, и это нормально, но он должен воздерживаться от этого на практике, при этом не разрушая свое желание к этому. Именно тот, кто преодолевает свое побуждение в борьбе считается более совершенным в глазах мудрецов. Вот такое противоречие. Ну вообще мне кажется, я не знаю, скажите, что я неправ, но мне вот потому, что сейчас здесь было то, что мы видим на этом слайде, как бы совершенно очевидно, что мудрецы определяют есть и ора, или как мы для себя облили склонность к нехорошим, злым поступкам, как угодно, ведь определяют только в одной области, а именно плюс-минус. А злое начало это то, которое толкает человека на нарушение заповеди. Если мы принимаем аксиоматику, что нарушение заповеди это зло, это минус, ну понятно, что с этим надо бороться. Тогда опять как бы нам дают таблетки, как с этим бороться? Ну мне кажется, я не знаю, может быть, это как бы проблематика связанная с тем, что мы не можем отрешиться от того, что мы все-таки воспитаны на западной культуре, да, и мне представляется, что самая интересная область это область пограничная, да, и мы знаем, что как в области, и мы знаем, что в точке этой традиции такая область пограничная она есть, когда человеку не запрещено, например, называется наварьбискутатурат. Это человек, который делает что-то, что напрямую не запрещено, но это неблаговидные действия. И вот здесь, мне кажется, борьба между двумя яцарем, она вот как бы сильная, а если речь идет просто о том, чтобы не нарушать заповеди, ну тогда сто процентов завяжи себе руки веревкой там, или чтобы для того, чтобы не есть молочные с мясным, и так дальше, закрой глазами, чтобы смотреть порнофильмы, и так дальше. Ну или как бы в терминологии мудрецов читай шмак. Ну вот вопрос, что такое? Здесь по прямому сказано, это нарушение заповедей, но тогда это просто очевидно, тогда не о чем разговаривать. Все? Какой вопрос был? Нет, здесь противоречия. Он объясняет, что нет противоречия между двумя подходами, так как есть два вида зла. Философы и мудрецы, они говорят о разных вещах. Философы занимаются естественной моралью, и то зло, о котором они говорят, относится к области естественной морали. Потому что тот, кто одержим тягой к действиям, противоречащим естественной морали, таким как убийство, грабеж, это действительно бездравственный человек. И, конечно, не о таком говорили мудрецы, что чем более велик человек, тем сильнее его зло и начало. То есть, ввиду человека, который одержим страстью к убийству, что он более велик. Они имели ввиду совсем другой вид зла. Человеку действительно следует избегать таких наклонностей, идущих против естественной морали. А то зло, о котором говорят мудрецы, что в желании к нему нет ничего предусудительного. Это то, что запрещает Тора. То, что божественное слово определяет как зло. Потому что в Торе есть запреты на действия, которые не считаются плохими, которые мы никогда не считали плохими, если бы не Тора. И, например, запрет есть определенных животных мешать тоже мясное с молочным, или есть мясо с кровью. То, что человек испытывает желание есть свинину, в этом нет ничего плохого. Только Тора это запрещает. Поэтому нет оснований, что после дарования Торы у нас изменились бы чувства. Мы перестали бы желать есть мясо определенных животных. И именно об этих запретах говорили мудрецы. Говорили, я хочу этого, но все-таки этого не делают. Имеется в виду, что когда даровано Тора, то есть теперь получается желание есть запрещенные виды мяса, это уже как бы бунт против Творца, но при этом само по себе побуждение вполне естественное. Не в пример другим каким-то аморальным тягам к грабежу или к убийству. это близко к тому, что я говорил. Наверное, безнравственные действия это шетахофор. Это некоторая пограничная полоса, это некоторая вещь, которая не запрещена Торой, а которая является неблаговидными действиями. А то, что запрещено Торой, это то, как бы Тора запрещена. Хотя, опять же, я не хочу вводить это в сторону, но сам Рафшерки очень много пишет про Хелунию, который выражает в том, что люди нарушают заповеди и насколько это может быть положительно. Почему? Потому что он говорит, что человек Хелунию, то есть секулярность, она помогает человеку снять как бы ну вот традиционную рамку и снять с себя какие-то запреты и при этом сделать настоящую джиуу. Для него это как бы не говоря вообще о сионизме, рафку, о том о вкладе как бы нерелигиозных и все и так дальше. Окей. Так как сейчас это разделение, это более понятно. Окей. По плану все, может быть, есть какие-то вопросы, замечания, реплики. Финкерс, ты с нами, нет? Нет. Мы тебя не слышим. Окей. Да, ну в общем, мне кажется, что это достаточно на сегодня и достаточно того вопросов, которые у нас возникли и действительно нужно будет подключить психологов, это очень важно. Да ладно, все к доктору отправлять, но нужен психолог. Включи модуль, называть подключи психолога внутри, на БМЭД. Нет, слушай, послушай, не БМЭД, а к обсуждению подключить, это будет очень важно, мне кажется. И ТЗА этим пренебрегает. Нет, ну вот смотри, окей, вот минимально то, что был последний слайд, ты помнишь, да? То есть там, что на четко развлечении есть зло философа. Да. Да, не будем проводить примеры, но как бы более-менее понятно, да? Окей. И второе, это нарушение, да, или нарушение заповедей. Ну хорошо, а вот если третье сюда добавить, а как вообще с той огромной темой, которую разрабатывал Равку, по-видимому, как бы, потому что делать было нечего, надо было как-то это обсуждать. Но если за ним сейчас Равширкин, который говорил о том, что нарушение заповедей в каком-то смысле может помогать людям, пятое-десятое. И вообще все оправдывание Сианистов, которое надо бы диават оправдывать, иначе как бы, а где же были религиозные, надо же как-то религиозность решить, правильно? И все такое. Ну окей. И вкладывается сюда в дебо действия, правильно? Конечно, послушай, про это я с вами согласен, потому что вот это развлечение, это некий первоначальный этап. Дальше есть следующее обсуждение, более серьезное. Но это, в смысле, мы сейчас обсуждаем на уровне психологии все это обсуждение, и они на уровне социологии. И на уровне психологии это действительно стоит подключение психологов, хотя я абсолютно согласен, что все то, что здесь сказано, оно совершенно только первый этап, и дальше есть гораздо более сложные социальные вопросы. 100%. 100%. Вот, пожалуйста, примеры жизни, для того, чтобы просто оживляешь такое наше обсуждение. Вот есть все равно известная заповедь Эшет Ильш. Это вообще как бы одна из трех вещей, правильно, которых должен быть убит, на этом заниматься. А именно интимная связь замужней женщины. А есть соседка, которая не замужем. Вот религиозный человек к ней бегает. Ну, вот, пожалуйста, это что? Это зло философ? Он, грубо говоря, заповедь Тора не нарушает. А какой у него при этом ест от кулича? Ну, хорошо, давайте, это будет домашнее задание. В смысле, не для исполнения, не отхалило, не для практических упражнений, а для обдумывания. Хорошо. Окей. Ну, хорошо. Все, мы накидали много вопросов. Да, мне кажется, что на сегодня мы закончили, и это было разумным, важным обсуждением. Окей. Если у народа появляются вопросы, если у вас появляются вопросы, они наверняка будут появляться. Там, где вы увидели наше сообщение, там можете писать, по-видимому, есть какая-то обратная связь. То есть, если у нас несколько чатов в Телеграме, есть чаты современной еврейской философии, например, есть еще какие-то чаты, то откуда вы увидели линк и пришли, например, получили по мейлу, напишите в мейле, значит, я вам укажу чат, в котором можно это обсуждать. Либо буду пересылать Пинхасу, либо у вас есть Пинхас. Наверное, стоит это все указать в ивенте Фейсбука. Ну, хорошо, я укажу в ивенте, скажем так, давайте сделаем адрес группы в Телеграме, там проще всего, который называется современной еврейской философии. Это вроде туда вполне подходит. Окей, там есть еще люди. Окей, давайте, я все, кто не знает этого, идите в этот ивент, там будет ссылка, и те, которые еще не в этой группе, можете вступить и вполне задавать там вопросы. И видео, кстати, запись видео будет тоже стоять там. Хорошо? Все. Вамечательно. Спасибо. Тогда на сегодня, мне кажется, все. Ну да, мы поборолись, поборолись с ЕСРА, все, хватит. Спасибо. Спасибо. Хорошо, тогда выключаем. Всем счастливо, пока. Всем спасибо, Андрей, спасибо огромное. Пинхас, пока, привет. Всем счастливо, пока. Выключи запись, только, чтобы не обрывал.